Вильнюси тут будет, вот как в центре. Избрать поседача, избрать комитет и работать для того, чтобы создать самый устал этого движения. И чтобы потом, когда будут участвовать, будут ученые, все будут идти, будем общаться, поддерживать друг друга и работать. Каждый регион свой вопрос. Какая есть информация, даем чудо от центра. Центр дальше общать будет, понимаете, чтобы друг друга поддерживали, чтобы была какая-то координация между нами. Так ли, так? Я коротко ясно, извините. Вы знаете, у нас ядерная энергетика это что-то вроде эпидемии сегодня. А мы вот думаем, как мы сделаем. Вот давайте мы возьмем вот этот дом и будем в нем лечить людей от гриппа. А остальных мы не трогаем, это за пределами. А что будет? Мы их вылечим, но завтра они опять... Вы абсолютно не правы. Ядерная энергетика как инфекция в родовом доме. Что делается? Закрывается родовой дом и дезинфицируется. Другие остаются с инфекцией, а это чистое делается. Да? А у нас есть возможность закрыть сейчас что-то? Да. Если у нас есть... У нас нет возможности закрыть все атомные станции в мире. Но у нас есть возможность остановить развитие атомной энергетики в этом регионе. Да. Только, только в этом регионе. И это уже будет сильным толчком остановить это еще. Так, как сделала Германия. Без мирового движения, делая свои домашние работы. Или, например, любая другая сторона. Американцы, наверное, думаю, сначала у себя все останавливают. Ну, конечно. Дело в том, если ты не делаешь домашнюю работу, приходишь к соседам, там порядок наводить, я думаю, что там ничего не получится. Ну, конечно. Да мы нечего тут наводить порядок? Мы же не порядок хотим наводить. А мы хотим помочь, организовать что-то. Хорошо, Георгий Федорович, тогда мы, говорю, мы... Ну, как бы каждый из нас высказывает, как он понимает эту идею. Вот человек сказал, вы сказали, где-то сказала, как... Ну, мы уже как бы... Вот еще люди, которые не сказали. Как они понимают эту идею, но... И тогда мы можем думать дальше. Одинаково ли мы понимаем или нет? У нас могут быть различные мнения, которые не обязательно могут сойтись. Ну, давайте по порядку тогда задавать вопрос. Мы говорим в этом углу очень так-то... А кто может еще выступить, сказать? Хорошо. Вот такой. Давайте по порядку решать вопрос ступенями. Создавать или не создавать. Если не объединяться, мы встали и пошли отдыхать. Все, на этом закончено. Если объединяться, тогда второй вопрос решаем. В какой форме? Движение, комитет? Кому объединяться? Кому объединяться? Ну, нам с вами. Так я один в двух лицах. Я и зеленая партия, я и организация, я и специалист. Даже в трех лицах. Вот тем более очень... Тем более, вы мне скажите, с кем я должен объединяться? Со специалистами? Я уже объединился. Есть Европейский комитет радиационного риска. Я уже там объединился. С зелеными партиями? Это другой разговор. Мы должны с ними объединяться. А больше у вас... Их не осет уже существует. Их нет здесь. А у вас закончился ресурс объединения? Больше нет? Ни с кем больше объединения? Осталось один. Вон, соседка хорошая, симпатичная сидит, объединяйтесь. Это всегда пожалуйста. Это всегда пожалуйста. Алексей Владимирович, я не буду ворчать, нет. Я найду с кем объединиться. Ничего. Все в порядке. Все мы сейчас объединились. И давайте будем решать, будем объединяться или не будем. Конечно. Евгений Владимирович, тогда давайте, ну, пускай каждый скажет от себя. Я уже тоже от себя как бы сказал. Нет, они не хотят сказать, но им заспасают конкретные вопросы. Объединяем мы силы или нет? Сейчас мы смотрим на вас, на ваш угол, потому что вы сидите еще ничего не сказали, а уже вы слышали как бы наше мнение, наши идеи. Я не понимаю, что это не значит, что это не значит. Вы говорите, что я еще не понимаю, какой purpose этой организации должен быть. Вы хотите избежать конструкцию нуклеарных планов? The purpose of this organization? Or is it scientific research what you're planning to do? If it is an organization of hope, we even didn't understand. Итак, я не совсем понял, с какой целью мы объединяемся, против чего мы боремся, и в какой форме эта организация будет. Или это будут ученые исследования, или это будет... Ну, как вам тут слово? Или ученые это будут, или просто какая-то другая организация? Can you put this last sentence? Нет. А ты уже переперелил. Что это было? Ну, это проблема. Это либо вы пытаетесь строить строительство, или вы пытаетесь строить строительство, здесь, и это совершенно другая тема. Или люди, которые вы должны адресать, люди, которые ходят на улицу, активисты. Если вы хотите исследовать, то вы должны адресать людей из тех, это специалисты, да? Они не идут на улицы, это не те же люди. Поэтому вы должны попытаться фокусировать на то, что вы хотите делать с этой организацией. Это надо фокусироваться, что мы хотим делать и с какой аудиторией работать. Потому что если наша цель – это борьба против ядерной энергетики, и мы хотим привлечь участие, привлечь внимание людей, которые будут выходить на улицы, это надо фокусироваться. Если же мы хотим работать с специалистами, эти люди не будут выходить на улицы, это тоже должен быть совершенно другой подход. Ну, я думаю, что мы, конечно, не будем призывать всех выходить на улицы. То есть у нас в основном работа будет другого плана, интеллектуальной. Мы должны базу готовить, мы должны обосновывать что-то, мы должны поддерживать активы людей, организации, которые выступают в этом плане. То есть мы должны попытаться объединить эти силы. А то там любители бабочек, предположим, им тоже не нравится радиация, но если мы их привлечем на свою сторону, то они будут нас поддерживать. Вот там еще кто есть? Какие любители? Не будет. Бабочки не будут поддерживать. Не будут? А вы же им покажете, как это художник? Они скажут, что мое дело бабочки, я занимаюсь бабочками. Альфред скажет, я занимаюсь смертностью, младенческой смертностью, ну, может быть, еще какой-то смертностью и так далее, понимаете? Извиняюсь, тогда вы себе противоречите. Вы сегодня выступали, и что об этой художнице говорили? О бабочках? Я использовал ее результаты. Подождите, дайте другими дамы сказать, да. Окей, кто хочет поговорить дальше? Да, я первый. Окей. Для меня это так же, что я не понимал идею, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет. Я пока что не очень поняла цель этой встречи. Может, потому что я опознала в начало, но... То есть... Что именно планируем делать? Эта идея стала сделать? Для меня, я думаю, что это больше смысла сказать... Я думаю, что это важно, что... что вы создаете здесь, это полезно для поддержки анти-нуклеистов, что вы занимаетесь здесь, и это не так важно, что мои личные интересы в этом вопросе, потому что я не из этой регионы. Но я думаю, что это интересно, что я пытаюсь поддерживать ваши активы, так как я могу сделать это. И если вы решите сделать это на научном уровне, или на кампании, или что-то, я узнаю для себя, как я могу работать, и если я могу работать. Но я думаю, что я не должен быть так важным, или мои нужды не должны быть так важными для идеи Балтийских нуклеарных фрагментов. Если цель Балтийский регион, который освободен от ядерной энергетики, то мое личное мнение здесь не так уж важно, потому что я не представляю этот регион, то есть на моей контрибуции она будет значительно меньше, но я поддерживаю эту идею, поэтому надо четко поделить, что именно мы делаем, и как мы можем сотрудничать. И из моего личного интереса, я также хочу сказать, что это более как стратегическое внимание к этому вопросу. И я думаю, что от этого момента, это будет очень интересно для того, чтобы иметь какую-то кампанию, как это очевидно, что эти три нуклеарных фрагменты должны быть остановлены, или канцеллены, и если бы иметь силы, на этом вопросе, то есть, есть определенная возможность для достижения, для достижения. Это то, что я лично думаю, это будет интересно, но я думаю, это ваша решение, что вы нужны для работы, что вы нужны для работы. Мой интерес больше стратегический, то есть, если вы хотите сделать так, чтобы закрыли эти три АЕС, то можно придумать, как это сделать, и с какой это зелью. То есть, в этом он может помочь присоединиться, если это именно как бороться против этих построений этих новых АЕС. Как организовать кампанию, правильно? Ну да. Он готов помочь, как организовать кампанию против закрытия АЕС? Да. Ну, нормально. Только то, что мы все очень активно действуют в этом плане. И что обидно, что вот когда проходила эта мощная акция, 140 тысяч человек вышли, об этом ведь мало кто знал. Вот у кого не спросишь, вы знаете об этом? А где они знали? А где они знали? Меркель знала. Меркель знала. Меркель знала. Это важно. Это самое важное. Но мы ее не будем... Это самое важное, чтобы знала Меркель. Да. Я думаю, что... Это надо будет...